МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте. Рекордное снижение курса доллара. Что это значит? К чему это ведет? Кто может быть в выигрыше? Я бы немножко по-другому сформулировала. Не снижение курса доллара рекордное, а укрепление рубля. Поскольку нашей валютой является рубль, и именно эта пара рубль-доллар для нас важна именно с этой стороны. То есть это, по сути, укрепление рубля, рекордное действительно укрепление рубля. И усиление, это называется термином револьвация, повышение курса рубля. И револьвация действительно оказывает серьезное влияние на национальную экономику любой страны. Но в данном случае речь, конечно, о нашей стране. Так вот, револьвация, если в состоянии, так скажем, свободной, нормальной экономической и политической ситуации, то револьвация стимулирует обычный импорт. Но в случае нашем мы понимаем, что есть определенные барьеры на пути импорта в Россию. Поэтому, хотя с одной стороны, действительно, с точки зрения теории международной экономики, револьвация должна стимулировать импорт. Здесь, в силу определенных ограничений, не совсем понятно, окажется ли это стимулирующее влияние в реальности. Да, действительно, у нас меняется сейчас география наших торговых партнеров, тех стран, откуда мы получаем импортные товары. Наш бизнес российский сейчас ищет новых поставщиков. Татьяна Васильевна, а получается, что экспортеры, они ведь недополучают прибыли из-за заниженного курса? Да, совершенно верно. То есть, вот как раз революция, она способствует, влияет на импорт в большей степени, с положительной точки зрения. А на экспорт она влияет отрицательно. Она дестимулирует экспорт. Экспорт становится в меньшей степени выгодным, поскольку мы понимаем, что в рублях эквивалент валютной выручки становится меньше. И действительно, этот фактор влияет на экспорт, и он будет его уменьшать. И мы видим, действительно, что уже сейчас отмечается падение экспорта по ряду товаров. И таким образом, падение экспорта приводит к насыщению дополнительного рынка российского внутреннего. Куда же производительные товары направлять, если не экспорт? Значит, это на российский рынок. И опять же, здесь это будет по-разному тоже влияет. В состоянии равновесной нормальной экономики, экономической ситуации, и в состоянии кризисной, как существует сегодня у нас. Поэтому это отрицательное влияние на экспорт, оно существует. Что касается потребителей, товары, услуги, как это сказывается на стоимости? Теоретически, в теории, должно происходить снижение цен. Мы понимаем, что падение, укрепление рубля, оно должно способствовать снижению уровня внутренних цен. Но этого не происходит. Не происходит сейчас в нашей стране по нескольким причинам. Причина первая, это опять же связано с тем, что импорт не растет быстрыми темпами, нет дополнительного предложения импортных товаров. Ну и, соответственно, при существующем объеме спроса это не давит на снижение цены. Поэтому этого и не происходит. С одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что платежеспособность сейчас достаточно снизилась. И понимаем инфляцию внутреннюю, которая существует в нашей стране сейчас. Поэтому здесь получается некоторое нарушение равновесия. И то, что должно было бы произойти, оно не происходит. Ваши прогнозы, Татьяна Васильевна, если я резюмирую, будет ли дальше укрепление рубля? И как, собственно, кто будет выигрыш от ситуации? Или оптимизма здесь мало? Ну, значит, я бы отметила, что сейчас вот это рекордное укрепление рубля, которое буквально совсем недавно зафиксировано, оно связано с решениями Федеральной резервной системы о повышении ставки. И связано это тоже, мы понимаем, с внутренними проблемами в американской экономике. Безусловно, в связи с мировой экономикой и российской экономикой, и ситуацией на Украине. И поэтому, судя по тому, что ФРС заявляет о возможном дальнейшем повышении ставки, то, очевидно, вот это давление, наверное, какое-то время еще будет продолжаться. В сторону падения доллара к основным мировым валютам и, соответственно, укрепления российского рубля по отношению к доллару. Но полагаю, что рынок, когда придет в соответствие после этих решений ФРС, я имею в виду мировой валютный рынок, полагаю, что вот это давление на рубль укрепительный, оно, укрепительное давление на рубль, оно прекратится. И, очевидно, скорее всего, сложно сказать, когда, но, может быть, август, может быть, сентябрь, осень. Но к этому моменту полагаю, что вот это движение к укреплению рубля сменится движением к ослаблению рубля. Большое спасибо за ваше экспертное мнение. Напомню, в связи со студией была Татьяна Миролюбова, профессор, декан экономического факультета Пермского классического университета. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин